В какой у нас задач мы погружены? Задачи очень разноплановые. Но если совсем абстрагироваться и подумать, чем же мы во всех этих сюжетах занимались. Идем к интересному выводу. Мы блуждали по некоторому графу, как это не удивить. А вот по какому графу. Если мысленно все возможные позиции, сейчас проясним, что это такое, обозначим точками. А возможность проведения операции обозначим стрелочкой. Получается некий граф, который можно назвать граф состояния или граф позиций. Например, задача про вот эту зебру, черные и белые клеточки. Что такое у нас позиции? Позиции, наверное, это всевозможные полоски, с всевозможными раскрасками. Их достаточно много, 2 в степени количества клеточек. А что такое стрелочка? Стрелочка это проведение нашей операции. Перекраска определенного прямоугольника. Может быть несколько стрелочек, много стрелочек из одного состояния. Конечно, я могу много прямоугольников перехожу. И перехожу в другое состояние. То есть, если совсем абстракироваться, в каждой задаче такого тропа возникает свой граф состояние. В математике так иногда ничего не сделано. Помыслишь себе все ситуации, собранные в одно множество. В данном случае, один граф получается. И это иногда сразу дает какие-то неожиданные плоды. Можно перейти на другой, более такой масштабный язык. Вот это известный факт. В какой-то другой науке, в дифференциальном управнении. Одно введение понятия фазового пространства иногда полностью решает вопрос. В нашем случае это граф состояния. И мы просто ходим по стрелочкам и делаем, в общем, очень похожую вещь на ту, что видели в самом простом, нулевом сюжете. Правильно? Там у нас номинар была лечатая доска и переход из узла в соседние. Ну, если операция обратима, если есть стрелочка из А, В, то есть стрелочка из В, А тоже имеется. Но это не во всех задачах. Например, где у нас жук переползал и мы убирали спички, в общем, не подразумевалось, что мы спички можем обратно. Операция не убрать. А вот перекрасивание прямоугольников такая посторонняя стрелочка. Можем перекрасить и перекрасить обратно. Итак, во всех таких задачах полезно понимать, что мы на самом деле находимся в некотором графе состоянии. Есть у нас начальная ситуация, стартовая вершина, стартовая точка, конечная ситуация. И мы что делаем? Мы выбираем наиболее короткий маршрут. Вот как наша задача может быть сформулирована. Выбираем наиболее короткий маршрут от старта до финиша. Задача далеко не простая. Но что делает наш счетчик? Происходит некоторая порядочность. Вы находитесь на старте. Ситуация, в которой вы можете перейти за один год. Из этой ситуации вы еще можете перейти за один год. Второй этаж возникает. График так и называется. Эти вершины находятся на расстоянии 1 отец. Эти вершины находятся на расстоянии 2 отец. Ну и вообще расстояние между двумя какими-то вершинами. График называется минимальное количество рёбер, из которых может состоять путь с вершины А до вершины В. И вот в смысле этой метрики наша задача отыскания кратчайшего маршрут. Вариаций много. В некоторых задачах, как в задачах с блоком и с крестиком, финальная ситуация необязательна и есть. Может быть, несколько целей, мультицельная. Может быть, какое-то множество финальной ситуации, которые нас вполне устраивают. Но, правда, как и множество старых ситуаций. Но, оказывается, как ни странно, мы решали для разных графов одну и ту же задачу. Задача отыскания кратчайшего маршрут.